Вот у Валентины, это у нас тут как европейская ставка. Тут обиход, тут она готовит для собаки. А у нее частный дом или как? Ни у кого частного нет. Она, Жанна, она снимает 600 евро платит каждый месяц. Валентина. Двухкомнатная квартира на четвертом этаже платит за меня. Еще она говорит. Екатерина, впереди еще мама сказала, как квартира у нее? У мамы двухкомнатная квартира. Ей оплачивает квартиру социал. Стоит 310 евро каждый месяц. Это Екатерина, Валентийна дочь. Потерянки были крещения принимали. 315 в месяц она платит. Но не она, а за нее платит этот, Арбайдзан. Она на социале или как, я не знаю по-русски, как это названо. А что? Ну, когда сидишь на пособиях, ну, как социальная помощь. Ну, понятно. Да. Вы поняли, да? В общем, сейчас говорят, что в Европе выгоднее на пособии жить, чем работать. Нет. Нет. Я работаю, выгодно работать. Да? Ну, я не знаю, как в Германии. Вот во Франции говорят, что... То есть, ну, практически одинаково, что работаешь. Допустим, если приезжает человек во Францию, там выгоднее сесть на пособие, чем идти куда-то устроиться на работу. Ну, смотря, куда ты устроишься. Нет, нет, Серёга. Это смотря, куда ты устроишься. Нет, нет, Серёга. Это смотря, куда ты устроишься. Не, не, Серёга. Если работаешь, то это лучше, чем на это самое, чем сидеть на пособии. Здесь ничего. Там, ну, больше денег и все. Ну, а вот, говорят еще, ну, якобы платят большие деньги, опять же, та же Франция. За воду платят, вот, за обеспечение госуслугами вот этими. Потом, если имеешь телевизор второй в доме, нам нужно налог за него платить. А, за второй телевизор надо платить еще дополнительно. Надо поставить на стол, пожалуйста. То есть, мы и так платим, допустим, вот за телевизор, мы платим в квартал, платим... Сколько ты платишь? За три месяца я плачу 53 евро. За то, что я пользуюсь антенной. Ну, нет, за то, что телевизор есть. За то, что телевизор и радио есть. А если, Серёга, второй телевизор, то еще 20 евро. Постоянно платим. Так что, 53 евро. Это в квартал. Вот, посчитай, в год это 200 евро. Это много. Ну, они же нам информацию-то как-то передают, за это мы и платим, что нам вещают, радио дают. Ну, у нас разве не вещают? В России то не берут. Самые нищие времена никогда не брали. Я телевизор, я где-то хочу, там... Ну, это 53 евро, это платится тем людям, которые... Телевизоры платятся за немецкие каналы. Это все каналы и все остальное. Они нам транслируют, что они нам транслируют. Они нам на рекламе получают. Господи, миллионы людей могут содержать. Ну, если надо платить, то мы платим. Не-не, если работаешь, то лучше, а сидеть на пособие... Ну, вот, когда они платят в России? Она женщина одна рассказывает, я, говорит, не успеваю платежки вытаскивать из почтового ящика, а каждый день в стопке платежи, говорит. Ну, да. За квартиру платить, электричество тоже, электричество, болтинник, телефон 50 евро. То есть, вот, это минимум. То есть, вот, считай, вот сколько... Ну, а вот если относительно, вот так, в процентах посчитать, относительно вот зарплаты, какой процент от зарплаты приходится отдавать за коммунальные услуги? Да много. Процентов 50-60. Ну, вот я, например, получаю 1200 в месяц, евро. Около 500 евро я отдаю за коммунальные услуги. За квартиру, телефон и электричество. 500 евро я отдаю, мне должно, это должно отдаваться. Ну, где-то 40% получается. 40% моей зарплаты. Ну, мы живем хорошо. За чего нам жаловаться? Мы живем, слава Богу, хорошо, у нас все есть. Нет, ну, а вот человеку, допустим, молодой человек, он выходит только в жизнь, начинает жить, да? Ему как обустроить семью, вот, как создать, что ему нужно делать для этого? Если он создает семью, это очень, очень тут, очень легко. Намного легче, чем в России. Тут предоставляется жилье. Если у тебя семья, если ты родил ребенка, тем более, тебе дается квартира. Что ты рассказываешь, а? Почему? А почему я не могу рассказать? Мне какую квартиру дадут, если ты не работаешь? Если получаешь зарплату, ты можешь сам снять квартиру, какую ты хочешь. А если ты, а, ну, отдельно, отдельно? И вот даже если работает молодой, так молодой получает тысячи уэра. Я не делаю, я здесь не работала. Вот тысячи уэра, посчитай, тысячи уэра берут квартиру, который, к примеру, стоит 300, ну, 300, 350. Считая, если машину еще там строковку платить и так далее, то вот тысячи минус 350 остается сколько? 650 на месяц. Это остается, а, ну, еще электричество и так далее. Это будет 350, 400, 400. 550 остается на еду. То есть, как тебе сказать? Вот это много или нет? Еще строковку заходят. Ой, да ладно? Бензин покупать. Бензин дорого стоит. То есть, как сказать, ну, жирно не раскатится. Не слишком, как сказать, какой-то пойдет. Нет, ну, это понятно, это все вот квартиру, машину, да, но это человек-то дает человеку обязательство, как говорится, всю жизнь теперь проценты платить, правильно? То есть, человек становится зависимым от государства. Да, ну, ты можешь же кредит не брать, к примеру, ты можешь, как сказать, накопить денег немного и купить машину нормальную, там не слишком дорогую, понимаешь? Зачем дорогую брать? Ну, а купить вот так? А с работы же, как работы вообще, места не настолько много, чтобы каждому устроиться-то работать? Нет, хорошую работу, чтобы хорошо платили, найти очень тяжело. Ну, на 800-1000 евро можно, к примеру, найти. А если 1,5-2 тысячи евро, то надо хорошее образование иметь. Не найдешь ничего. Тяжело. Ну, я не знаю. Вот относительно, конечно, зарплата выше в Европе, но я вот делаю такое соотношение с Россией. В процентном отношении у нас люди сейчас намного живут, ну, устроеннее. То есть, в процентном отношении у нас платятся за госуслуги и гособеспечение вот это все. Ну, третья часть от зарплаты. Вот. Плюс ко всему, вот эти у нас до сих пор работают муниципальные службы, там бесплатные садики, там школы, вот это все. Ну, да. Ну, что? Я не знаю, как сейчас в России вообще, как будут там все. Ну, тут-то все стабильно. Если ты получаешь ту же тысячу, ты получаешь ее каждый месяц и регулярно. Дети у нас, если они, если они хотят учиться, они туда могут пробиться куда захотят, лишь бы не ленились. Все в твоих руках. А вот относительно, вот, допустим, веры в Бога, у людей есть вера вообще? У людей все построено на материальных благах. Это вот у них Бог, это Мамона. Да? Правильно сказала я? Их Бог Мамона служат только чтобы хорошо жить, чтобы было богато и было что поесть. Ну, вот это вот у них в основном. Вот у них это культ вот ездить, отдыхать. Каждый месяц работают для того, чтобы, каждый год работают для того, чтобы куда-то съездить. Ну, это в России, наверное, тоже такое есть. Ну, я не знаю, вот, допустим, у нас начинаешь беседу с таким, ну, с человеком далеким, от веры, от Бога далеким. И вот начинаешь беседу, и человек как-то вот проникает, человек опускает сразу глаза и что-то, возможно, что-то слушает. Вот. А с человеком европейским, человеком можно о Боге как-то говорить? Как он вообще воспринимает это? Вот, я не знаю, у меня видите, в чем проблема? Я плохо разговариваю на немецком языке и плохо его понимаю. Ну, вообще можно говорить, конечно, с людьми. Они все такие же одинаковые, что, мне кажется, русские, что немцы. Эти одинаковые. Везде хватает и дураков, и умных, и верующих. Я не могу разделить по национальности тех и других. Не могу. Не знаю. Не могу разделить. Ну, а вот сейчас отношения, опять же, вот это раздули все, отношения к греху садами, и как вообще в Европе это воспринимается, вот это? Это воспринимается как нормальные вещи. Что? Ну, вот голубые. Ну, вот, например, я когда, как-то я со своими коллегами по работе мы завтракали и завели разговор про вот это вот, про гомосексуализм. И мне моя говорит, у меня, у моего мужа двоюродный брат голубой. А я за голову схватилась и говорю, так это же Содом и Гамора, это же плохо, это же, это ужасно, это ведь все конец, это конец человечеству, что вот это вот делает, что это грех. А они мне говорят, ну, Катерина, ну, ты как Путин. Понимаешь? Ты как Путин. И у них это, я вот просто схватилась за голову и вот мне просто ужас объял, что у них это как в порядке вещей, как это все нормально. Ну, а хотя я была на работе тоже. А потом я им начала задавать вопросы, вот ты вот хочешь жить с женщиной, а они тьфу, тьфу, плюются, да ты что, Катерина, да ты что, Катерина. Ну, а вот так, я говорю, ну, ты представь вот твой сын, ты бы хотела бы, чтобы твой сын или твоя дочь вот таким, такой вот ужасом, нет, нет, плюются вот так вот. Но понимаете, они вас принимают, они идут за миром, они идут за миром. Идут, как им сказали, вот, новостям, что это хорошо, что гей-парады. И вот что я вам хочу сказать, когда я, когда в России я, ой, когда в Германии я прожила, через три года или через два года я поехала в Россию, я просто любовалась на мужчин, на русских, что они мужественные, они мужественные, в России мужественные, вот как с Белоруссией мы въехали, на поезде мы ехали, это в 2006 году, и я вот просто любовалась на мужчин, что они мужественные, а вот здесь нету таких. Ну, внешне, да. Внешне похоже на мужчину. Ну, а тут развращённая, а на Германии же и была развращённая. И ещё можно таком-то узнать, что мы ещё как-то в сфере рынковали, там, вот, останетки. То есть вот это вот, как у нас, вот это у нас, ну, в крови у мужчины, там, за женщину заплатить где-то, вот такого нет, да, чтобы пришли там в кафе, и мужчина за женщину, там, парень за девушку заплатил за мороженное. Да нет, да. Мы туда не ходим. Не, ну, как-то один раз я ещё когда-то один раз я ходила в ресторан с немцем, и он заплатил за меня. Один раз просто так вот познакомились, я всё потом сказала нет. Ну, он просто оплатил, потому что знал, наверное, что русское. Вот сейчас ролики у нас выставляют и показывают, что в Германии собираются люди выходят на площади в поддержку Путина, вот, в поддержку, ну, путинского движения в России. Вот как, насколько это серьёзно, как люди вообще Россию превоспринимают сейчас? Один раз мы подошли к русскому, к нам в зону Берг приезжает русская лавка. И мы подошли с Володей и с моим, мы подошли покупать. И подошёл неледж к нашей русской лавке и заговорил на русском языке. Ну и тут мы разговорились, и всё такое, и вот, как вас звать, да всё такое. А он говорит, Владимир Владимирович Путин, мол, я. А он говорит, Володя говорит, да как вы к нему относитесь? А он говорит, это политик, который намного, намного лучше всех тех политиков, самых лучших, которые находятся в Германии. То есть он с уважением к нему. Вот это политик. Вот он может, как, может многих политиков за пояс заткнуть. То есть я его, говорит, уважаю. И говорит, я учу русский язык, вот так. И у нас прихожанков есть в храме, вот у нас в Кобурге. И у неё муж немец. И вот они вот, как с Украиной, вот эти все дела. И он, как новости-то немецкие смотрит, а там-то что передают? Ну, как передают искажённые, искажённые, как ложь. Типа, Путин такой, да плохой, да всё такое. И она, давай ему разъяснять, и всё такое. И он потом всё передает. Но они же тоже немцы. Понимают, что где правда, где ложь. Нормальный-то человек может всё отличить. Я не знаю, как у меня получится это проводить. Если я успею, то всё. Ладно. А политики? По нашему делу что там нужно? Что мы так не так делаем? Может, что-то? Знаете, всё ладно, всё ладно, делайте. Люди очень следят, люди ждут роликов и смотрят всё. Всё смотрят. Мы должны были сейчас закачать добрых десяток роликов. Вот сегодня, если бы всё закачали, примерно 10 роликов и было бы. Новых. Сегодня никак нам не получится. Вот смотрите, я сейчас объясню, в чём проблема возникает. Вот вы снимаете на камеру ролики, да? Ролики там, они объёмные, то есть по гигабайту, есть по 2 гигабайта. То есть они такие тяжёлые ролики. Прежде чем их скачать в интернет-сервер, их нужно сначала ужать. Чтобы ужать, это нужно вот на десяток, два десятка роликов, это нужно целые сутки, а возможно и двое суток. Понимаете? То есть они туда закачивают, потом я их прогоняю и в общей сложности получается недели две, полторы-две недели. Да, это не будет. Понятно. То есть сразу невозможно никак это сделать, потому что… Мы на жёстком диске их сохраняем, а уже когда будем на месте, мы посмотрим, что не прошло, не дошло и всё восполним. Я ужму всё. Ну а восполнять, что восполнять-то? Я всё выставляю, всё, что снимаете, всё ставлю. Ну а чтобы всё дошло, он промахивал меня, а так ещё неизвестно всё. Ну, потом уже да, это впоследствии приедете, когда будете просматривать, и уже может что-то… Вот, допустим, если вчера обратился человек, а где третья эта самая проповедь-то на Берсиннике? А я искал, искал, так и не нашёл её. Я видела её. Значит, в пределах 5 июля мы должны войти в Россию. По нашему рассуждению детскому. А уж как это будет, Бог знает. Там мы начнём тогда только работать. У нас сейчас просто километраж наматывается. А там роликов, может быть, больше. Там мы вряд ли сможем давать. Где остановились, там у них нет выхода. На моих креслах так видно? Нету. Это самое… Написали мне, что вы за Сергея Дудина спрашиваете, там, с Сергеем Дудином связаться по этому вопросу. Что нужно? По какому? Ну, Сергей Дудин из Питера. Отец Сергей Дудин. Не отец, а… На вас… Вы должны мне найти его. У меня нет его данных. Вы на него выйдите, отстучите ему, чтобы он дал, успел. И вы скиньте мне на Mail.ru, и я возьму его в Финляндии. И Константина Дульшенова найти. Так и не смогли найти. А в Питере… В Питере вообще… Когда вы рассчитываете? Планируете? Ну, если мы пятого вернемся, с седьмого мы можем быть уже в Питере. Потому что первый рейс, когда мы заправимся, мы в Питер заглянем и сразу идем на север Мурманск, Баренцева в Бобе. Если с машины будет все повыше. Это будет очень далеко, но нам по-другому нельзя. А потом мы начнем стягивать все. Работа ниже. Смоленская область. И вот Калуга, где ведем. Белгородская. Вот по этому. У него тошмака и теперь вернемся на машку. А, попадает? Нашмака… Пока сидите, тут бы хоть сил поднабрались, отдохнули бы. А мы отдохнули два дня. Второй день у нас. И нас, видишь, потащили куда? В этот замок. Ну, все это необходимо. На этом поле побыли. Для нас это нужно. Вчера тут на ремонте были. Беседы были. Тоже записали. Записи идут. А в костелах, в костелах со священниками там не беседовали нигде? Не беседовали нигде. Это впереди. Это может быть. А у вас переводчик есть? Ну, это Латвия, Литва, Эстония католические. А здесь-то больше в Скандинавии протестантизм. А вот там, да, там мы можем войти. В Латвии я должен, просто обязан побыть. Найти место, где я обратился в 62-м году. Найти тот дом, ту дверь, ту половину, где я первый раз склонился. И это все заснять. Там, где у меня было духовное рождение, где началась новая жизнь. 52 года назад. Возможно, может, уже изданий этого нету. Ничего я не знаю. Ответить не могу. Если, возможно, будет и кого-то найду, найти могилу Михаила Иоанна Еремеева, в доме которых я обратился. Это моя духовная родина. А у вас связь так и не поддерживали с ними информацию? Не было. Они умерли. Я посещал их после этого, как уехал. Я уезжал-то что? У меня брат был, работали. Но коммунисты там насели на него. И мне пришлось оттуда уезжать. У меня выхода не было. Я допустил роковую ошибку. Я его оставил там. Надо было его сорвать, вплоть до того, что трудовую бросить и забрать с собой. А я его оставил там. Ну, а им занялись. Дали какого-то Филимонова. Филимонов его научил пить. И когда он начал на работе пропускать пить, на счастье он говорит, что ж ты сделал, Филимонов. Ну, что умел, то он научил. И этот мой брат недавно умер, может, месяца два назад. Фенатик, еще вот хотел еще вчера спросить и забыл. В общем, ролики стоят на YouTube, на канале во Свете Библии. Стоят ролики с вашими видео, вот с теми 90-х годов. Вот. И два ролика из них без звука. Почему звука нет? А что там? Ну, вот я сейчас скажу. Там ролики Златоуст из Потеряевки. О, там есть звук. Там есть звук. А в тех двух роликах нет звука. В каких именно? Сейчас я скажу точно, в каких конкретных... Пречувствия и второе крещение Руси. В фильме «Глаз выпивающего в пустыне» и документальный фильм «Пречувствия». Вот в них нет звука. Я вчера только обнаружил это. Значит, выйти на Гавриила. Выйти на Юлию и сказать, чтобы проверили. Потому что это связано, что сервер «Народ» какой-то там перенос делает. И чтобы всегда был звук и все нормально было. Чтобы там и Игорь занялся. Юля. Они занимаются сайтом. Люди сейчас узнали эти ролики и начали смотреть. Я хочу их сейчас выставить по новой. То есть я их обработаю в новом формате и выставлю еще раз. Дело в том, что режиссер Кузнецов, который фильмы снимал «Златоуст из Потеряевки». Он поехал в Москву. Я говорю, вы как режиссер-то имеете право достать-то? А то мы берем-то... Ставили его, снимали с телевизора, когда его показывали. Примера фильма была. Он пошел там где в Госфонд кино. А ему говорят 150 тысяч, чтобы копию снять. Но ясное дело, что никто ему не даст это пересеркнуть. Это режиссер, который создатель фильма. А ему говорят, да я же создал фильм, тебя за это заплатили. Говорят, зарплата была. Уходит. Ну, я пошел проводил Валентина. А очерина говорит, утром приду. А машину-то просмотрели всю, там просмотрели, чтобы... Что могли, посмотрели. Нужно хотя бы вот такие агрегаты разобрать. Сейчас я спрошу. Николай, подойди, пожалуйста. Сергей, объясни, что по машине сделали, что не сделали. Брат, ну что там генератор-то разобрали, хотя бы бензонасос все почистили. Где генератор, карбюратор? Нормально все. Единственное у нас вопрос, значит, стоит с коробкой передач. Вот. Потому что залез я пробочку там вывернул, посмотрел. А пилочки начали собираться. То есть там что-то подгрызается в коробке. И, по всей видимости, первая, вторая передача. Потому что они гудеть начали. Я не знаю, либо вал, либо вилка, либо там еще что-то начало подцепаться. Ну, на Господа Бога будем уповать. Да вот, я вчера только с человеком, я говорю, еду, посмотри, на «Газели» едут по всему миру. Тут до Москвы-то боишься на «Газели» ехать. Вот. А это в такую поездку. Это, это, это вот, и, знаете, тихо началось. Ну, ладно, тебя. Я сзади как мешок с овсом сижу. Нет. Вот он, главное. Нет, нет, нет. И, знаете, тихо. На таком автомобиле решится куда-то поехать. Ну, он решился. Не за тысячу километров. Это, ну, второй раз. Это как у Бога. Или двое, двое сидят, а один у друга спрашивает. Как думаешь, доедет только лесо до Москвы или до Питера? Так и здесь. Доедет, не доедет? Ну, доехали-то до Владивостока. Порт «Находка». Ты это тоже бери во внимание-то. В Москву уже приезжаем третий раз. В прошлом году прошли 15 государств. А машина-то одна и та же. Это уже чего-то стоит. Хорошо бы, если бы они такие головастые, как русские мужики были. А они же меняют сразу агрегаты. Они не ремонтируют. А у них полетел генератор. Они новый ставят генератор сразу. Вот. И если что-то полетит, вам придется заказывать в Россию, ждать, пока посылка придет. Потом только устанавливать. Иначе никак. Ну, думаю, если Господь благословит, мы вот 5-го числа должны уже выйти в Россию до 5-го. Всех там поднимаешь, чтобы просили Бога, чтобы помиловал нас. И мы не празднуя какое-то путешествие делаем. 7 государств осталось нам. Мы и так Бельгию, и тут их 3, все это оставили далековато, только из-за страха, как бы нам не застрять. Мы стали намеченные отрезать кое-какие куски. Ну, а тут никак нельзя. Прибалтика, Скандинавия просто нельзя оставить. А если взять-то по большому счету с Прибалтикой вместе и прямо на Россию идти через Польшу и Белоруссию, то наше расстояние сегодня не намного больше будет. Совсем не намного. Мы идем здесь по прямой, заходим только севернее, переходим, а из Литвы, сказать, мы сможем сразу вернуться в Россию. Конечно, в России-то люди готовы слушать, а там-то едете, и кто вас там ждет, кому вы нужны. Никому вы не нужны. Мы только на Бога надеемся. Вы и так, видишь сам, с Богом. А там видно будет. Масло в двигателе, в коробке поменяли, поменяли, значит, аккумулятор еще один приобрели, как бы на всякий пожарный случай. Конечно, ну так хотя бы профилактику почаще какую-то проводить вот так. Поэтому мы посмотрим. Завтра дай бог поедем. Посмотрим. Утром-завтра мы выезжаем. Мы должны завтра пройти 850 километров. А остановиться перед Копенгагеном где-то километров за 30, чтобы послезавтра утром найти нам национальную библиотеку и все. И дальше оттуда успеть в этот же день уже пройти дальше до Осло. Швеция, потом Стокгольм. Мы едем раньше. Уран должно быть, если благополучно, свободное время, дни. Если бы машина была совершенно нормальной, мы отсюда могли пойти на Бельгию, что оставили. Мы бы свободно это прошли, но ввиду вот такой обстановки, пусть лучше мы прибудем раньше в Стокгольм и там промотаемся день-два, чтобы нам не пропустить 28-е. На 28-е нам забронировано, оплачено место уже. Все. Там игумен Никита старается. Ты где? При храме там, да? Не знаю. Ну, наверное, там у нас или это в Хельсинки. Мы из Стокгольма на пароме должны ночью переплыть в Турку, в город Турку. А из Турки? В Турке они нас встречают и уже назначают когда завтрак, обед, где выступить, где место. И оттуда они нас отправят уже в Эстонию. А Эстония это уже полностью рядом с Россией. Эстония, Латвия, Литва. Оттуда мы быстро вывалимся. Так что мы здесь два дня очень хорошо отдохнули, раскормились. Я вижу, отдохнули. Сидит, спит. Отдохнули. Расскажите про замок. Про что замок, чтобы замок старинно сводили? Я расскажу. Ты расскажи больше. Мне просто не... Я уже сказал немного. Я только пришел, прошли, когда пытки эти орудия пошли. Я говорю, пойдемте отсюда. А то я буду стоять и плампать. Я вижу людей этих. И всегда вспоминаю Викторию Гугоху. Я вам писал на Тарлова битву. Он слышал ржание коней, запах пороха и запах крови. Мое воображение точно такое же. Я как будто бы в пыточной камере. Я говорю, как в тюрьме нахожусь. Зачем я себя буду терзать? Помочь не могу. Опыт мой другой совсем. А люди ходят, шарашатся там. Ничего не понимают, не видят. Ну, фотографии сделали, да. Не то, что мне там плохо было или что-то. Нет. Я просто, войдя в тот период времени, называется экстраполяция в периоде времени, меня сильно расстроит. Я лежал, когда вот в ПИТе палаты интенсивной терапии, реанимации. Вот у нас умирали люди в страшных муках. Умирали в день по нескольку человек. Ну, рядом со мной привозили, и они умирали тут же. Вот. И когда ко мне священник пришел причастить меня, он говорит, я не могу тут находиться. Я чувствую смерть, вот это вот мучение, муки вот эти. Вот. И он кое-как меня причастил и бегом оттуда из этой палаты. Потому что там висит такой... Ну, это болезнь. Это другое совсем. Я это свободно даже видел. Здесь человек против человека. Насильственная смерть. И камера пыток. И как они терзают, пилят, прокалывают. И все это здесь. Какой-то шлем позора там надевают. Это другое совсем. А разве сейчас в Украине не так? Больное это все естественно. Это неестественно. Это неестественно в животном мире и не у зверей нигде нет. Что говоришь? А разве сейчас в Украине не так, когда убивают детей, мучают священника, тоже издеваются над ранеными. Да. Понимаешь, я вот уж убиваю. А я нашел здесь рядом орудие пыток. Вот они рядом с нами. То же самое. Человек человека мучает. Тут важно восприятие. Как человек. Есть люди закрытые. Совесть. Душа закрыта. А есть у которых восприимчивая по всему. А там толпы шатаются. И даже нужды нету. Фотографируются. Идут. Толстопузые мужики пиво-то пьют. Баварское. Их раздуло. Они как бочонки с пивом идут. У меня-то другое. Я говорю, скорее вернусь к Валентине и под образа помолиться. Я как будто разрываемый там. Вместе с ними. На поле с Викторией вы отошли. Я скорблю о тех, кто это делал, кто строил. Я ничего не выдумываю. Это у меня внутреннее состояние. Я не могу. Человек всегда что-то пропускает. Это вот сейчас. Но это было тогда. Да, сейчас тяжелее. Сейчас и в Украине тоже самое. Там и в подвалах и пытают людей, что там только не творят. И режут на куски и все. И издевательства такие же точно идут. И что самое главное, уже снимают на камеру. Уже я ролики там выставляю. Уже убийства на камеру снимают, как умирают люди. То есть такие вещи уже можно видеть. Соответственно, наверное, сейчас никакое средневековье не сравнится. Что там делалось над людьми. Ты далеко очень. Садись ближе. Да, я и со стола, по-моему, здесь. Сюда и сюда. Я слышу вас и мне тоже это. Наша хозяйка. Ну. Неравнодушная. Ей в радость вас принимать. Конечно. Конечно. Я даже ничего не знаю. Вот так. Но мы ее тоже принимали. Она была в Потеряевке. Да. Они меня первыми приняли. Я у них родилась. Ты была на сколько раз? Я у них родилась у вас. Да. Сколько раз была? Раза два? Нет. Больше. Больше. Больше даже. Первый раз меня плестилась. Два раза была в лагере. Это уже три. Потом приезжала на престольный праздник четыре, когда Евтихий был. На похороны. Не. На похоронах не была. И когда еще. Ну вот. На четыре раза. Мама-то как у вас, Сергей? Да. Они сегодня ездили. У нас же дом есть за городом. И они ездили туда сегодня там клубнику собирать, что я не знаю. Что тоже это самое в трудах. Она не сидит на месте. Тоже бегает. А ваша мама с какого года? Так. Сейчас. У меня на цифры память плохая. Ей сейчас шестьдесят один. Шестьдесят один год. Ваша мама моложе меня. А мне шестьдесят пять. На четыре года? Да. Покажите. Так что мы показывали. Это мы Жанне показывали. Вот сегодня набрали что. Смотри. Это где его набирали? Тут специальные поля такие засеянные. И там бери кто хочет. А потом завешай и заплати. А посмотри какая ягода там. Сравни. Вот. Какой размер-то видно. Вот с глазом рядом. В сравнении с ртом. Я вплотную ее держу. Видишь как. Сравни. Оно наполнено все. Вот. Значит мама ваша с моего поколения. Похвастались. Я аж запах чувствую. Я наелся досыто. Я люблю рвать прямо с корня. Мне понравился. Я говорю больше чем замок. А у нас же раньше тоже такое было. Такие питомники и в России были. А в Барнауле сейчас так люди приходят. Набирают сколько облепиху. Там что. Подходят. Взвесили. И скупают. Ну с клубникой там по моему так нету. Я клубника не видал. Но я знаю облепиху мы брали. Облепиху, смородину, малину мы брали. Смородину. Там яблоки. Новосибирские ездили в питомники. Яблоки. Селющиеся яблоки. Мы в Новосибирске жили. До приезда в Германию. Геннадий Игоревич, а с этой Валентиной Пивенью вот у вас в друзьях есть там. Помните, да? Она жаловалась мне. Говорит. Сергей меня, говорит, черный список занес. Ну она. Она мне на меня это самое. Ты, говорит, у тебя нет развлечения. Но я с ней так не общался. Она мне пишет целые петиции. У тебя нет. Она там на меня гонит. И у тебя нет развлечения. Добра и духа, добра и зла. Развлечения. Вот. А я не хочу отвечать. Я эти ролики выставляю себе просто для коллекции. Я их не специально выставляю, а просто собираю себе там эту в коллекцию. А она нет. Вот ты там против Украины. А я сейчас с Валентиной, с этой, с Украиной, с Еленой сделал ролик. Вот мы за Украину там, наверное, часа полтора мы с ней разговаривали. То есть, ну такие острые моменты обсуждаем там. Елена Башкова. Да, с Еленой Башковой. Вот. А какой я против Украины? У меня кровь украинская. У меня бабушка с Литинской области. Оттуда практически западной Украины. У меня кровь Украины. Я полжизни туда проездил, на эту Украину. У меня там половина родни живет. Какой я против-то? Какой я вам враг-то? Когда сердце болью и кровью обливается, вот глядеть на это. Как можно сказать, что мы против? А у них какое-то такое мнение. Я вчера тоже, Игнат Тихонович, попросил меня там почитать. И вот ее сообщение, Валентина Пировна. Она и меня тоже. Ой! Она там за Путина. Это чудовище. Это там сатана. Она его ругает. Почему? Я не отвечаю на это. Я говорю, я за него молюсь. Я обязан молиться. Молиться за Порошенко, за Александра. Это моя обязанность. А она меня гвоздает, а я ей другое объясняю. И она смирилась сейчас потише. А поездки, говорю, она да благословит Бог, чтобы доехали. Уже все по-другому. Знает, он поменял Кимру. Еще бы я отвечал. Златоуз говорит, что человек тонет. Неспокойно где-то. А ты стой на берегу спокойствия. Если человек на тебя лает, мне еще на четвереньке становиться тоже лает на него. Да я лучше помолюсь и хорошее скажу. А я какую? Я не стал отвечать. Какую? Вы научили. Отвечай, говорит, не искушайся. И я ей написал просто, не искушайся. Она мне еще злее письмо. То есть я ей не отвечаю, она все злее и злее. Да, да. А им же вот это в радость вот это вот все выплеснуть. Им же это все надо вывести на человека. Ну да. Ну нет бы сесть спокойно помолиться да и отстань. А они еще распаляются, распаляются и все больше и больше. Тебе во вред. Тебе во вред. Ну конечно во вред. А она, я ей говорю, а что распаляться стоит, ночью спать не будешь. Что злиться то вы? Кишечник будет плохо работать. Конечно. Но она пожаловалась на вас мне. Вот у вас в друзьях такой-то, а он вот так-то и занес меня в черный список. Ну а я ей написал не искушайся, чтобы она не заходила ко мне на страницу и не смотрела там, не распалялась так. Да вот. А то расстраивается заходит. Против кого воевать? Жалко же. Человек лежит. Жалко человека, что расстраивает. Человек лежит на спине, не перевернется сам. Человек лежит на спине, смотрит в небо. Нет, она что это за Украину? Ну почему не порассуждать? Если такая беда, значит что-то у вас есть, Господь допускает. Но надо себя исследовать, а не Путина. А где она живет? На Украине? Она по-моему даже где-то в Крыму. Где-то на Украине, я не знаю. Белая церковь какая-то. Ага. Белая церковь, это батюшка наш отсюда. Вот, да. Батюшка где с Аркемией мандаринцев в Германии здесь. Вот они сейчас две недели должны приехать. Две недели были на Украине, но у них в Харьковской области. А, нет, Житомирской. Мать живет в матушкиной. Интересно. А белая мать его сделает себе. Это я не знаю, в Испании или во Франции мы разговариваем и говорим, мы из России. Они еще не понимают. Мы говорим, Путин. О, Путин они сразу. Они сейчас себе Путин Россию заменил. А может быть. Путин главное. Ну, интересно как. Путин. Путин до конца держится. Это ограничивает. Вот и ограничение дает. Донбасс уже обзывают. Ну, давайте войска высылайте. Они до последнего держатся. А и плохое все. Я не знаю, что там. Может быть. Да. Может быть действительно какая-то политика. Вот. Потом все узнаем, как говорится. И как люди узнали о Сталине и там о Берии и обо всем таком. Вот. Что там какая у них политика неизвестна. Ну, по делам пока судить можно. Дел плохих особо нет. Рейтинг то у него растет все больше и больше русских, как говорится, за него голосуют. Потому что по делам видно. Я смотрела видео ролик. Там одной матери убили сына. И вот она стоит. И на Путина вот ты убийца, ты такой сякой. Но ей то откуда знать, какой он. Я вот там жила в России. Я со стороны. Я российская гражданка. У нее гражданство российское тоже есть. Я не знаю его до конца. А она то откуда знает. И волокет на него вот так вот. Я просто удивилась. Вот. Ой 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 говорю. Что там. Ну правильно у нее горя. Ты убил моего сына. А ты убийца. Вот в таком тоне. Да. Что такое. А верите в эти вот в оружие вот это нейропрограммирование. Вот это такое оружие авианосцы вот эти заходят с локаторами. И людей как говорится направляют в нужное русло. Вы верите в это? Я не совсем понял. Ну есть сейчас оружие такое нервное. Действует на. Психотропное. 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 Нам веруют людей. Нам веруют людей. И что? Ну вы верите в это? Ну вот я сейчас сижу. Оно меня направит. И Валентину я ударю. Да? Нет. Не то что ударю. А вот. Ну. Я не знаю. Вот говорят что допустим. Сейчас даже измерили я ощущение людей. Вот гнев допустим у человека какой-то занимает там децибелы. Вот допустим радость столько децибел занимает. И эти децибелы можно изменять человека с помощью вибрационных каких-то волн. Может быть могут изменять. Но они еще не сделают. Это могут. Это тело человеческое. Это все могут сделать. Но настроить меня против вас и против нее ни один децибел не сможет. То есть молитва она разрушает все. Это все пережигает. Все отшибется. Никто не сможет этого сделать. Никак. Я люблю и тебя. Люблю ее. Все. Любовь все пережгла. Это люди которые ничего не знают. Они под действием духа лжи, блуда. И они это и говорят. То есть если оно и есть это оружие и воздействие на людей. Но на людей нераскаянных людей только может действовать. Нераскаянных. Вот начинает бунтовать. А вот там такие баны висят. Это ну реклама. Там разврат. Почему я не вижу никогда. Я тоже там прохожу. А вы зачем смотрите-то? А вот такие фильмы по телевизору. Там дом какой-то пятый-десятый. У меня телевизора нет. Я не смотрю. Я никогда против этого бунтовать не буду. Написано. Змей пусть сел реку из пасти своей. Но земля открыла уста и поглотила. В откровении говорится. То есть люди живущие землею. Как земля. Как грязь. Они поглотят. И Господь говорит. 6 глава бытия говорит. И расслилась земля. Златоуст говорит. Землей названы люди. Ну вышел сеятель, сеятель. Ну и упал на такую землю. Это не на земле речь-то идет. Расслилась. Ну и пусть она расслилась. А нет. Какое дело? Я говорю. Это делать нельзя. Да вот смотрят малые дети. Ну пусть и смотрят. Да вот газеты, журналы. Они там такие. Ну не хорошие. Так не бери, не смотри. Есть хорошие. Хороших не пересчитать. Я бы какие дал. Русский дом-то. Журналы. Это ведь хорошие. То есть когда Христос сказал. Вот рай и ад внутри вас есть. Оно вот в этом и выражается. Вот они и рай и ад внутри нас. То есть ты делай выбор только. И Царствие Божие внутри вас есть. И это не дано. Потому что свободу не дано приборами подавить. Она во мне. Когда свободна свобода. А человек себя тут боится сказать. Тут боится. Вот тебе и оружие отпоет. То есть они давят на то, что я чего-то лишусь. А я буду так делать. А с меня сам снимут. Ну вот ты и попался. А я с меня сам не сниму. Опять начинают. Да вот тот отнимут. А у меня нет. Я выбросил сам. Я сам выбросил. Я совершенно неуязвимый для них. Я считал про одного. Он долго отсутствовал. Заработал. Уже старый стал. И у него ученик помогает ему. И он. Узнали матросы, что он везет сундук с драгоценностями. И они между собой договариваются, что сегодня ночью убить его. А пацаненок-то, который ему прислуживает, то услышал, прибежал и так и так. Готовится сегодня ночью убить. А на корабле куда он денется-то? Никуда. Он подумал и говорит, тащи полок большой, как одеяло. Он вытащил. Ну, заплатил матросам. Тащите сундук. Сундук протащил. Вываливайте. Как было, как заблестело все. Там ожерелье, то другое. Ну, он кому-то сказал, говорит, я вам заплачу за это дело-то так. Вот это так-то, вот это так-то, вот это стоит сотню тысяч. Теперь матросам говорят, возьмите за четыре угла, взяли, размахните забор, выбросили. Выбросили. А который убийца-то все это видят, делают, но они еще убивают. А за что убивать-то? В сумку положил. Жесткий диск. Вот и все. Надо выбросить даже пшеницу в забор, чтобы корабль не утонул. Самому расстаться с этим. И вот мы видим, что трудно с машиной. Мы начали обрубать свои контовы. Не заезжаем туда. Так, а что это за стопор Витера? Перекачать надо информацию. Так, сейчас Виктор будет перекачивать информацию Валентине. Ничего нет? Прощаемся? Да, все, сейчас, Игнатьевич, я сейчас тогда зайду там, посмотрю на компьютер. До Финляндии. Тут уже я вас могу не увидеть. Ну, а в Финляндии тогда созвонимся, да, будете? Ну, конечно. Я сказал, когда мы в Финляндии будем. Мы там будем 29-го. 29-го. Должны. По намерениям нашим. А дальше как будет? Ну, я отхожу. Все. С Богом. С Богом. Мамушке скажи, чтоб молилась за нас. Отошел.